сандар мирнов здравствуйте виктор является ли квант точкой пикселем напряженности гравитационного поля при условии что поле имеет свойство напряженность верно так вопрос такое сейчас давайте от определения кванта лучше пойдем кванта то у нас доля энергии была наименьшее количество какой-то физической originally обладающая самостоятельным существованием квант наименьшее количество какой-нибудь физической величины обладающая самостоятельным существованием Ну, определение условно-корректное, сейчас попробую пояснить, что имеется в виду. Энергия, это у нас тоже понятие недискретное, да, мы берем, его дискретизируем условно, условно его сами задискретизируем, ну, вот, как сказать-то, вот если у нас поле недискретное, да, мы вот просто берем какой-то сектор поля, да, мы можем резать это поле как угодно, да, и у нас количество энергии в этом секторе будет изменяться не рывками, а изменяться плавно, да, то есть поле недискретное понятие, да, и энергия в этом смысле недискретное понятие, это первое, это то, что касается природы физики, это фундаментальности, что касается. Но, когда мы даем возможность полям свернуться в частицы, скажем так, выразимся в кавычках, вот, сформироваться вот в эту линейку всех частиц и химических элементов, то у нас получается такое понятие, как свободные связи, вот они дискретно уже. Я попробую в очень больших кавычках сейчас на простом языке, не борясь за стерильность терминов, объяснить, вот, если мы просто придем к аналогам зарядов, допустим, возьмем по типу тому, к чему привыкли в физике, если мы на примере вот этих положительных отрицательных зарядов попробуем, то у нас подойдут такие вот сравнения, вот, взяли два разноименных заряда, да, они у нас собрались в планетарную систему, да, обращаются, это такой своеобразный диполь, но диполь, имеющий разницу, разницу по заряду, вот, один заряд, допустим, 8, другой 7, получилась свободная единичка, да, и вот этой свободной единичкой мы можем захватить что-то еще, да, и взять в обращение вокруг этих двух зарядов, да, то есть мы были там 7-8, тут получилась единичка свободных хвостик, и мы взяли, зацепили этим единичкой свободных хвост полтора следующих заряда, да, силовой связью, то есть здесь у нас связь была 7, здесь у нас связь единица, но этот объект у нас полторашка, да, у нас осталась половинка свободной связи, то есть смысл в чем? Мы постепенно получаем квантованность, это пока не соответствует определению, наименьшее количество какой-нибудь физической величины, но у нас вот эта вот связь силовая каждый раз уменьшается, и мы две динамики, первое, мы выходим на все меньшее и меньшее связи, да, по мере усложнения планетарных систем, у нас количественно силовая связь уменьшается, и второе, у нас появляется дискретный шаг, общий, почему говорю общий, потому что, ну вот если у нас вот эта вот система обращается, да, в общем гравитационном фоне, то у нас еще же какие-то системы обращаются в общем гравитационном фоне, да, и они создают общую динамику, да, и в эту динамику уже свободные какие-то частицы, они входят тоже в обращение сообразно этой общей динамике по полю, этой объемной волне, они пытаются встроиться согласно вот этим процессам с выходом на типовой размер, то есть у нас есть типовые электроны, типовые фотоны, плюс-минус, есть окошко какое-то, да, но в среднем идет такое, в среднем идет такое приобщение к единой динамике, и получается вот как раз вот выход на группы размеров, и чем глубже идем, тем они в глубже материю, тем они в нашей вот этой вот периодичной системе, в системе комплекта вот этого всего частиц, выходят на постоянные величины. Именно к этому как бы подкрадывалась наука официальная, официальная наука, она в принципе просто, ну как постулировала наличие кванта, ну как мы видим по разбору, это не совсем строго научного понятия, да, ну им как бы можно пользоваться, и надо его просто, получается, привести в научное русло, скорректировать. Но физический смысл такой, ну как изначально он дискретным быть не может, это однозначно. Это вот вынуждено в результате организации материи переход к стабильным каким-то формам и связям дискретным, недискретной энергии. Недискретная энергия разбита на системные группы в результате колебаний базового вселенского гравитационного поля и свертывания материи в такие стандартные группы. Вот примерно то, что происходит на квантовом уровне, то, что происходит. А считать ли, является ли квант точкой, пикселем, не является точкой, пикселем напряженности гравитационного поля. Но связь с гравитационным полем, он имеет однозначно, именно гравитационное поле, скажем так, режет их на порции. В результате своего колебания она вот производит это квантование объектов в расположенных пространстве, расположенных в этом гармоничном колебании базового гравитационного поля. Вот так. Спасибо за вопрос, Сандар Мирнов. Григорий Карапыш. Находятся все новые уроды, которые утверждают о применении АТО в GPS. Ну, это не уроды, это просто обманутые доверчивые люди, которые верят. Ну, вот как вы можете не верить преподавателю, да, или учебнику? Вот вам какая-то дура написала в учебнике бред. Вы же не знаете, что эта дура написала, да? Вы веруете. Взяли, доверились источнику информации. Да, это происходит. Это преступление. Ну, ситуация постепенно исправляется. Вы же не доверяете теперь этим источникам. Значит, можно увеличить количество разумных, а дальше, ну, как в прогрессии пойдет. Мы переходим через этот порог, и разумных становится больше, чем слабоумных, и все приходит к адекватному статусу. Подумайте, пожалуйста, наследствием заявления о том, что во Вселенной, в том числе и между атомами, существует только гравитационное притяжение. Мне интересно, к чему вы придете. Вот кто бы этим не занимался, если между атомами только притяжение, все должны прийти к одному выводу. Если притяжение, значит, нету атомов. Атом упал в другой атом. Все, ничего не осталось. Если человек способен сосредоточиться, он к другому выводу не придет. Сейдмейд. Возможно, я многое не понимаю своим маленьким серым веществом, однако смею предположить, что Вселенная держится не только на приталкивании. Это свойство, возможно, справедливо для газа, занявшего весь предоставленный объем, не бесконечный, а предоставленный. Вселенную принято считать конечной. То есть у объектов есть возможность разлетаться настолько далеко, чтобы не мешать друг другу. Вселенную принято считать конечной. Но вот несколько дурочек объединились и придумали считать Вселенную конечной. Но они идиоты. Физических оснований для них нет. Если вы им поверили, значит, вы поверили идиотам. Вот вы поверили каким-то дуракам, которые приняли считать Вселенную конечной. Вселенную принято считать бесконечной. То есть у объектов есть возможность разлетаться настолько далеко, чтобы не мешать друг другу. Тогда почему тела собираются в галактике? Почему пространство между галактиками не заполняется телами равномерно? Так вот, смотрите. Разлетаться настолько далеко, чтобы не мешать друг другу. Вы рассматриваете бесконечную, но почему-то пустую Вселенную. У вас что, летит туда? У вас версия большого взрыва в голове. Вы летите туда, где нет ничего. А кто вам сказал, что нет ничего? Ну, какие-то там ребята вам сказали, вы поверили. Вы жертва на доверие. Любая галактика, улетающая вдаль, она летит навстречу другим галактикам, которые там уже есть. По-другому невозможно. Вселенная существовала всегда. Пространство существовало всегда. Материя могла летать бесконечно количество времени по всей Вселенной. Она летала изо всех уголков Вселенной. В каждом свободном пространстве Вселенной есть материя. Все. Она не с точки берется. Вы просто решите эту геометрическую задачу. Когда вот в каждом... Вот поставьте 148 коробочек, и в каждом одновременно по материи, по кусочку бросьте. Одновременно. Значит, все 148 будут заполнены. Миллиард будут заполнены. Бесконечное количество тоже будет заполнено. Одновременно. И материя из одной коробки, когда летит в другую, она уже летит навстречу имеющейся там материи. Поэтому разлетаться бесконечно ничто не может. Вакилас Урис. Здравствуйте, Виктор. Расскажите, как вы думаете, может быть так, что на малом масштабе гравитация притягивает, а в масштабах Вселенной она работает как сила отталкивания. Этим можно убить теорию о темной энергии. Ее можно просто заменить обратной гравитацией. Но тут надо определяться. Убираем слово «большой» и «маленький» и выбираем прежде всего «сознайте, притягивает она или отталкивает». Или одновременно притягивает и отталкивает. Одно надо что-то выбирать. Результат. Тела либо взаимодействуют, либо не взаимодействуют. Если взаимодействуют, то это либо сила притяжения, либо сила отталкивания. Все. Вот теоретических вариантов нет. Вы там можете выдумать еще 148 сил. Они вот так вот перед глазами бегают, бегают. Но результат какой-то получится. Даже когда мурашки одновременно что-то тащат, они либо толкают, либо притягивают суммарным вектором в данный момент. Так вот здесь по физике надо выбрать либо это отталкивание, либо притяжение на первичном уровне. А дальше уже в комплексе вы уже можете получить видимость приталкивания, либо не получить видимость приталкивания, либо по факту получить. Это уже результирующее. Но фундамент изначально один из двух. Если на микроуровне там у вас притяжение, все, оно обвалилось. Вам уже отталкивание микро не поможет. Оно вам поможет только... Смотрите, у вас есть притяжение и отталкивание, да? Вот это вот... Он у вас просто быстрее обрушится сам в себя. Вот смотрите, вот два атома по краям они притягиваются. И одновременно еще при отталкивании изне от всех тел, да? То есть еще больше сжимает. Не получается эта схема. Нет физического варианта адекватного. Так, на уровне поэтических слов можно по этому обсуждать. Как только в практике переходишь, по факту либо одно, это даже не субъективный выбор, это констатация реальности. А теория темной энергии, ну, она мертвая, убитая. Ну, это дурачки придумали то, чего нет. Чего ее убивать? Она убита, она интеллектуально рождена мертвой. Ее убивать. Виктор Головнин, есть ли плотность энергии яблока будет больше, чем у ведра земли, то яблоко полетит от земли. И тогда приталкивание рушится. Так, если плотность энергии яблока будет больше. Так, ну, определение, с которым по энергии вы работаете, запрашивать даже бессмысленно, будет... Масса яблока будет больше, масса земли, тогда оно улетит, ну, или оттолкнет землю. Но, опять же, в какой модели, потому что есть модель просто, в которой земля и яблоко, да, но нет окружающих, да, оно отлетело. Но, когда мы вводим тела, да, то у нас земля расталкивает, и яблоко падает на землю. Ну, тут просто поэзия тогда получается, такая неконкретная. Для того, чтобы ответить на ваш вопрос, его надо перевести на более точные выражения. Объясните подробнее, почему при отталкивании к большим телам больше приталкиваются маленькие тела. Вы до сих пор это не объяснили. Ну, я не знал, что такой вопрос стоит. Тут без вариантов, это геометрия тел. Ну, вы взяли первый шаг к пустую Вселенную. Вот вы взяли Вселенную, да, и заполнили ее какими-то телами, да, что они сделали? Они вас растолкнули сообразно массом, да, раздвинулись большие тела. Все, они исчерпали свой, свою, свою возможность взаимодействовать, да, они все согласно своему силовому статусу распределились, да, в этой Вселенной. И чтобы какое-то движение здесь было, не знаю, потому что вам надо маленький какой-то объект. И для того, чтобы здесь между этих объектов что-то передвигалось, вам надо маленькие объекты, чтобы они, чтобы этот объект не смог вот эти вот растолкнуть, чтобы он мог в этом общем силовом ковре, да, как-то перемещаться. И чем меньше этот объект, чем меньше этот объект, тем у него больше шансов здесь перемещаться. Он не входит в этом базовом взаимодействии, он уже может здесь как-то в этом ковре свободно перемещаться. Все. Поэтому маленькие тела и движутся среди больших масс. И оно идет, оно может упасть сюда или не упасть. Если есть предел, когда оно сможет туда упасть, раз такой средней крупности тела, да, уже не сможет упасть, оно тоже где-то будет вот так занимать свою нишу, свою область. Так что это просто силовой баланс. Большие тела и маленькие. Большие расставки это фундаментально, а мелкие могут среди них двигаться. А раз они могут двигаться, поэтому они и падают в ряде случаев или находятся в планетарном каком-то равновесии. Эпоминонт опломбов. Скорость фотона одинакова в любых инерциальных системах отчета. Вам трудно, даже невозможно это осознать, но это научный факт. Это заклинание, слабоумное заклинание. Вас зомбировали Эпоминонт опломбов. Вот давайте, вот фотон, а вот две системы отчета, связанных с яблоками. Вот движется фотон и движется одно яблоко. Вы говорите, фотон, скорость света одинаков в любых системах отчета. Вот две системы отчета, это стоит, это движется, один фотон, вот он. даже пускай так параллельно движется в системе отчета. Вы говорите, что скорость света одинаков вот в этой системе и в этой. Вы вас обманули, вы не можете сосредоточиться. Другое дело, когда скорость этого фотона одинаков во всех или этого, когда много фотонов, у вас головка может от этого кружиться, и вы тогда не можете определиться, где она конкретно постоянно одинаково. А когда вот эти много фотонов убираешь, оставляешь один фотон и две системы, то наступает ясность, что скорость в этой системе сколько-то метров в секунду, а в этой системе близко к нулю параллельно движется. То есть вас как не способно это же три предмета, раз, два, три, это же не сложно, три предмета, это не миллион предметов, вас не способных проанализировать информацию на движении трех предметов, развели как лохушку последнюю, издевались над вашим мозгом, навтыкали в него какашек, вот так человек раздвинули, какашек вам туда навтыкали, и вы в это верите, вы прибегаете ко мне на канал и пишете вот эту вот чушь слабоумную, скорость фотона одинакова в любых инверсуальных системах отчета, вам трудно, даже невозможно это осознать, но это научный факт, научный факт, что вы не можете сосредоточиться, вот вам на примере одного фотона и двух систем отчета показали, что вы и вся секта, к которой вы примыкаете, это секта позорных, стыдных, нехорошая слова людей, вот, вам надо возвращаться к разумным, сосредотачиваться, пить витамины, научный факт, они там преобразование, кучу математики налепили, там такой забор, исписанный ерундой, как бы подтверждающий вот эту вот слабоумную точку зрения, что и не сопровожден словесным рядом, формульный бред идет, который не сопровождается даже словесным рядом, который расходится, ну вот с реальной практикой, вот один фотон, да, и две системы отчета, мы видели, да, и понимаем, что разная скорость в разных системах отчета, по-другому никак, нет, они молятся, потому что группа придурков, им это сказала, эту группу придурков канонизировали, считают их тру-учеными, да, и вот эта секта дебилов носится по образовательному пространству, в том числе по интернету, и вот это бормочет, ну, может, кто-то заставил сюда приходить писать, нет, это он сам приперся, да, он отстаивает свою слабоумную точку зрения, наверняка, это выпускник какого-то физмат вуза, или что-то подобное, может, даже преподаватель, они же тут бесятся, в основном, кто возражает, студенты-то все за нас, в основном, там несколько дебилов, может, есть каких-то, но в основном, там полтора-десятка преподавателей в максимуме это я беру, которые против нас, которых, ну, студенты уже просто опускают на лекциях своими вопросами, вот они тут носятся. иметь не одно значение значит не иметь ни одного значения, если у слов нет значения, значит утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом о действительности и самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно это первый закон в логике но 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 дуракам закон не писан если писан то не читан если читан то не понят если понят то не так сосредотачивайтесь подписывайтесь на наш канал разносите нашу информацию по интернету с вами был Виктор Катючек телеканал научный наушный трибунал застал закрывается наушный теканал которые не запрещутся теканал застал в выстрелы все по даже это Продолжение следует... Продолжение следует...